Вы знаете, одной из моих функций человека является движение. Без движения мы ничто. Мы никогда не задумываемся, какое количество суставов у нас работает во время обычной процедуры ходьбы, приседания, подъема. И мы никогда не задумываемся о том, насколько это важно. Вы знаете, вот совсем недавно я находилась на детской площадке, гуляя вместе со своей внучкой. И там была какая-то группа девочек лет 6-7. Они играли в какую-то игру, куда-то забирались, и кто первый заберется, тот загадывал желание. Вы знаете, меня просто потрясло. Я повернула, чтобы посмотреть, кто это сказал. Девочка 6-7 лет забралась и закричала. Я хочу никогда не заболеть, никогда не постареть, никогда не умереть. И стать сестой Питера Пэна. Ну, для взрослых людей мы отбросим четвертое желание. А представляете, для ребенка, 7-летнего ребенка, посмотрите, что он говорит. Вот мы никогда не задумываемся о том, что с возрастом мы начинаем стареть. Ко мне обращаются... Старение начинается не тогда, когда мы видим себя в зеркало уже постаревшим. Многие, приходя с определенными проблемами, иногда вспоминают. Ой, вот когда я иду на тренировку, у меня начинает хрустеть. Или по утрам я слышу хруст в суставах, коленных, тазобедренных, в мелких суставах кисти. И мало кто задумывается о том, что это уже вторая стадия развивающегося деформирующего остеоартроза. Тогда, когда обращаются к ортопедам-травматологам, это, как правило, уже третья-четвертая стадия, когда мы можем действительно произвести знаменитую фразу постно-бей-паржок. На сегодня есть огромное количество существующих в мире хондропротекторов, которые в той или иной степени улучшают состояние нашей хрящевой ткани. Но вот новая продукция, коралловая клуба, белурон, которая представляет собой хондроэтин, гиалуроновый комплекс, она совершенно уникальна. И говоря о том, что, во-первых, удобная форма применения, это применение парорально, потому что доселе существующие препараты гиалуроновой, в частности гиалуроновой кислоты, они кололись внутри сустава. Мы знаем, что гиалуронка – это такой мукополисахарид, который удерживает, способен удержать воду. На всего, представляете, на 1 грамм гиалуроновой кислоты он может удержать до 6 литров воды. Такой факт, что к 40 годам человек теряет 50% своей гиалуронки, а к 60-летнему возрасте ее остается всего 10%. Вот это начинающиеся признаки старения. И старения, которые проявляются не только в том, что мы видим, в виде морщин, обвисания кожи, они прежде всего происходят в хрящевых поверхностях. А это все наши суставы, это наш подзвоночник, это наше движение, это возможность комфортно жить. Сейчас, может быть, не все знают, идет, я обратила внимание, идет активная борьба двух концернов, которые одни производят гиалуроновую кислоту в качестве хондропротектора, а другие концерны производят хондроэтин, сочетание хондроэтина, глюкозамина и метилсульфанилметана. И вот они довольно-таки активно спорят, что же является максимально эффективным. И тут вдруг на рынке появляется препарат, который успешно сочетает и гиалуронку, и хондроэтин. Кроме того, что здесь? Здесь же идет, если мы применяем гиалуроновую кислоту в качестве инъекции, это, как правило, моноинъекции, как правило, в крупные суставы, то здесь возможность, принимая его через рот, во-первых, он не разлагается при приеме, он остается стабильным, и он может оказывать на все мелкие суставы кисти. Ведь мы для того, чтобы взять вилку, ложку, расчесаться, мы должны работать мелкими суставами кисти. И очень часто возникают определенного рода проблемы. И вот это позволит нам отчасти решить их. Кроме того, здесь мне кажется, что один из основных факторов, мы первоначально, принимая эту дозу гиалурона, мы сначала получаем эту инъекцию гиалуроновой кислоты в виде, условно назовем это, в виде шприца, в экзогенном варианте. Но смысл в том, что через 3 недели хондроциты, этот препарат начнет стимуляцию, выработку своей собственной эндогенной гиалуроновой кислоты. И до сели существующие препараты ничего этого не делали. Поэтому это является истинный революционный переворот, действительно, в науке. Вот в немецком центре трансплантологии суставов и хрящевой ткани было проведено исследование. Было 2 контрольные группы, по 25 человек были набраны. Приблизительно одинакового возраста и приблизительно с одинаковой патологией. Это гоноартрозы и коксоартрозы. Поражение было первой и второй стадии. Производилось им одинаковое лечение. Это было оперативное лечение методом атероскопии. И после операционное восстановление тоже было практически одинаковое. Это была лечебная физкультура и традиционная физиотерапия. Только одна из контрольных групп получала дополнительный еще белурон. Так вот, исследования показали. Проводились они по так называемому опроснику ВОМАКС. Это стандартизированный метод исследования для больных, которые отмечают сами свое состояние, изменение состояния при поражении коленных и тазобедренных суставов. Так вот, простым сложением этой суммы баллов, которые, отвечая на этот ряд вопросов, определяется определенный индекс. Так вот, через 60 и 90 дней процент терапевтической группы, которая получала параллельно белурон, исчезновение, совершенное исчезновение болевого синдрома и дискомфорта в оперированных суставах составляло 80%. У контрольной же группы, которые не получали белурон, у которых тоже была проведена эта артероскопическая операция к музыческой хрящевой ткани, этот процент составил всего 60%. Я думаю, что это все-таки столь существенно, тем более учитывая, что были произведены немцы, а не люди дотошные, произведена была хорошая артероскопия, соответствующая лечебная физкультура и физиотерапия. Ну, вот это кратко о белуроне. Спасибо.